Зима – тяжелый период для людей без определенного места жительства. В этом году им обеспечили ежедневное питание в организации «Красный крест». Но необходимость в теплых вещах остается актуальной. Как выживают в зимний период люди улиц, узнавали наши корреспонденты. Это семейная пара Майя и Игорь. Нашли они друг друга, уже будучи лишенными дома. Женщину обманули квартирные аферисты. А от ее мужа отвернулась семья после его отсидки в тюрьме. Сейчас Майя на шестом месяце беременности. Живет семейство, где придется. В основном в подвале. Приходят питаться в «Красный крест». В этом году здесь их кормят ежедневно. В меню горячий суп, каша и чай. Без квартиры осталось. По корейцам. А уже сезон, когда закончился, кому-то надо. Корейцы не держат. Нас кормят. И по возможности нас как-никак одевают. Не дают ни с голоду умереть, и горячее дают. И за это им спасибо. Ее муж Игорь Федоров рассказывает, что имеет квартиру в Донецкой области. Сейчас подрабатывает, где придется, чтобы отвезти туда беременную жену. Ведь все сбережения у него украли. Я хожу, попрошайничаю. Я хожу, бутылки собираю. Я хочу уехать в Красного Мельска. Мне всего для этого надо 200 гривен. Купить билет и что-нибудь покушать, дорогу. Все. И больше мне ничего не надо. Я не хочу ни пить там, ничего. Мне ничего не надо. Засегдатый пункт окормления Красного Креста и Сергей Филонов. Бродяжничает он уже 4 года. Дом продала родная сестра, когда он сидел в тюрьме. После чего домом для мужчины стала улица. Собираю вот бутылки. Вот сегодня мешок бутылок насобирал. Пошел, сдал бутылки хлеба. Вот и лажу по ящикам, по мусоркам. Там добрые люди бывают, выносят, дают. Ищу теплые места в подвалах. Спал вот на Анголинково в подвале. А там трубы, ну тепло, в подвале там тепло. Там вот тряпок накидал, там кофе. Основная обитель бомжей зимой – это подвалы и теплотрассы. С вокзалов их прогоняют сотрудники милиции. Еду и одежду эти люди ищут на свалках. Этот период некоторые бомжи не переживают, замерзая на холоде. Но помочь согреться людям улиц могут все желающие запорожцы, отдав ненужные вещи в Красный Крест. Продолжение следует...